Доброе утро, Губкинские! Чемпионат Европы проходил в Венгрии изначально, а потом мы переехали в Словакию, там были основные уже, ну, финальные игры. И эта медаль 2015 год, а этот 2016 год мы заняли две Европы подряд, первое место на чемпионате Европы. То есть я правильно понимаю, вы ходите в сборную России по волейболу? Да, по Ю-19 возраст. Как вы туда попали? Ну, вообще меня заметили на чемпионате России, когда мы были еще с Пуровчанкой. Тренеры Москвы, они школы, Бауманск, они меня заметили как перспективного игрока и пригласили в Москву. В Москве, ну, я понимаю, конкуренция-то большая, раз они со всей России приглашают. Вот, вот, как так получилось, что все-таки вот вы в сборной? Ну, не знаю, наверное, это заслуга тренеров, то, что они меня, ну, очень долго вели к этому, учили, было много слез, и в конце концов получилось все. Так, а вот как раз-таки к тренеру мы переходим. Сергей Иванович, расскажите, что вы до слез доводите, нет, своих воспитанниц? Да нет, тут еще трудно сказать, кто кого до слез доводит. Вот, ну, и на чем отличался, как первый тренер, вот, это, конечно, трудоголик. И молчаливые, скромные все время, порой, значит, пытаешься вызвать какие-то эмоции, чтобы, значит, увидеть на лице такое, значит, по-спортивному, азартное, очень трудно. Я сразу понял, это хороший будет связующий игрок, который самообладание никогда не теряет. А связующий игрок, это в первую очередь, ну, это стержень команды, через нее проходят все атаки. И связующий игрок психологически не все способны выполнять эти функции. Вот, мало того, что она должна всегда быть в равновесии, так, это, следить за игрой, она еще должна хорошо видеть и игру соперника. Выводить, стараться выводить на атаки своих игроков без блока соперника. То есть, очень много, помимо технических, тактических функций у этого игрока, еще и психологические функции. Поэтому Инна изначально уже была видна, как хороший, перспективный, связующий игрок. Но, что касается тренерского состава, после того, как было решено о переезде в Москву по приглашению, значит, Федерации волейбола, Инне еще и повезло со вторым тренером. Лариса Геннадьевна не только хороший специалист, которая начала Инну в Москве тренировать, но она еще очень хороший человек и большую помощь оказала еще и в бытовых условиях. Все-таки возраст, когда отрывают от мамы, от папы, от коллектива, новые коллективы, это, конечно, психологически трудно. А еще и большой город, мы все-таки живем в маленьком Губкинском. Естественно, да, Москва есть Москва, но она выдержала испытания Москвой. Я очень рад и счастлив за Инну. Сергей Иванович, а вот у нас в Губкинском много таких талантливых, как Инна? Вы знаете, я всегда говорил, и это подтверждение моей настоящей работы, много. Девчонок классных много. Я рад судьбе, я никогда не думал, что я буду женским тренером, но я рад, что я стал женским тренером, потому что я действительно нахожу удовлетворение в результатах своей работы. Девчонки классные, классные. От нас, от взрослых, зависит их развитие. Инна, скажите, пожалуйста, а вот вы знали в детстве, что вот ваша жизнь со спортом свяжется? Ну да, изначально, потому что я была и высокая, у меня были данные для спортсмена. Как бы я хотела, может быть, попробовать себя там позаниматься рисованием, но мне это очень быстро все надоедало. Я пробовала теннис, мне как-то это не так, как волейбол. Я пришла, и мне сразу понравилось, у меня не было такого, что вот мне прям надоело, я не хотела идти. Мне всегда хотелось этим заниматься, мне всегда это нравилось. Со скольки лет вы занимаетесь волейболом? Ну, с третьего класса, наверное. В девять лет, значит, пришла в спортзал, вот, но команда сформировалась уже в будущем, где-то и основательные тренировки уже целенаправленные были. Это в десятилетнем возрасте, с третьего класса уже была сформирована команда. И причем у них была очень сильная команда. Там не только Инна, сейчас и Даша там, Тимофеева в Москве за, ой, в Москве, в Тюмени, за сборную Тюмень, по высшей лиге играет. Даша Несмашная в Москве играла, возглавляла Ленинградскую Суэджу, спортивную школу на чемпионате России. Вот, и Настя Камаева также в Тюмени, в сборной. Вот, так что там команда в целом сильная, и они были чемпионами Уральского федерального округа. А то, что по переезду касалось, мы с родителями после того, как получили приглашение, Инна получила приглашение, взвесили все. И действительно, Москва открывает больше возможностей. Почему? Потому что там у нее на глазах и сборные команды, и международные встречи. Там столько объема соревнований, столько количества, и на таком высоком уровне нам было бы трудно конкурировать. И, естественно, мы использовали предложение Москвы, и, слава богу, не ошиблись. Это дало возможности не развиться уже в профессиональной карьере. Вот, Инна, Сергей Иванович сказал, что вы, безусловно, талантливый человек. Ну, я так понимаю, я, в принципе, со многими спортсменами общаюсь, с тренерами, и они говорят, что в каждом победителе, можно так сказать, чемпионе, буквально только 5% таланта, а все остальное это труд, труд, труд. Вот мне интересно, расскажите о своем распорядке дни или недели? Вот какой это распорядок? Чтобы вот, знаете, просто все так думают, ага, она высокая, ей повезло просто. Еще Сергей Иванович там, наверное, подкрыл его свое, взял, воспитал. Вот какой у вас распорядок дня? Ну, в школу я успеваю ходить всего там на 2-3 урока, и то мы в основном просились на заочно, потому что у нас 2 тренировки в день, и мы, в принципе, не успеваем даже сделать уроки. То есть у нас в 7 утра тренировка 2 часа, потом мы идем сразу в школу. В 7 утра вы просыпаетесь или уже начинается тренировка? В 7 утра у нас уже тренировка обычно начинается. После тренировки мы приходим сразу, быстро переодеваемся, бежим в школу, успеваем всего где-то на 3 урока, прибегаем, успеваем покушать, и сразу идем на вторую тренировку. Она заканчивает где-то в 7 часов, наверное, вот так вот, и у нас просто даже нет сил делать уроки, и поэтому у нас вообще мало сил на школу остается. А вы сейчас в каком классе? Я уже закончила, вот сейчас как раз школу в этом. Сейчас в университет поступили? Да, поступила. Куда поступили, рассказывайте? РГУВК, Московский институт на тренера. То есть будущее, я так понимаю, вы тоже со спортом связываете? Да, конечно, я не вижу другого вообще ничего. Я знаю, что вы обладатель номинации «Лучший связующий игрок Европы», и Сергей Иванович говорил, что входите в состав «Символическая сборная Европы». Вот у вас сейчас такие номинации, вот в плане своей карьеры не берем, если не брать тренерскую деятельность. Вот о чем вы мечтаете, что вы хотите добиться, вот какие еще медали должны появиться? Ну, конечно, Олимпиады, но до этого надо еще стремиться и стремиться. А еще у меня такой вопрос. Вот есть такие виды спорта, где спортсмены знают, что ну вот так, как я сейчас поработаю, от этого будет зависеть результат. То есть, ну и когда, допустим, пловец, да, как он проплыл, от этого и зависит результат. У вас все-таки командная игра. Вот насколько у вас зависит от этого, не только же от ваших результатов, так? Ведь если вы будете самые лучшие, а остальные будут как-то отставать, то вот… Да, конечно, надо думать о команде прежде всего. То есть, на площадке не ты один. Надо думать, что мы все вместе, и только все вместе мы можем выиграть. Вот сейчас последний был еще чемпионат Европы. Расскажите, у нашей сборной России какие основные соперники? Вот с кем было сложнее всего бороться? Ну, сложнее всего было морально бороться с Италией, потому что это очень… Морально причем еще? Да, морально, потому что у нас есть небольшие конфликты с этой командой, и это вообще очень сильная команда достаточно. На прошлой Европе мы проиграли Сербии, и за выход, чтобы мы вышли дальше, мы должны были выиграть Италию. И вот с того момента мы вышли уже настроены, и у нас этот настрой остался и на второй Европе. То есть, мы хотели очень сильно выиграть их. И, наверное, для нас вот эта самая сложная игра была. Мы выиграли 3-2, то есть, ну, до последнего боролись. Ага, а в финале? В финале у нас была игра Сербии. Ну, это тоже очень хорошая команда, они очень техничные, хоть не отличаются никаким там высоким ростом, прыжком. Они очень технично все делают и мало ошибаются. А у нас все наоборот. Как бы у нас много ошибок, но мы очень высокие, у нас хороший блок. И от этого было тяжело с ними бороться. Они все поднимают, а мы должны были показать свой характер и выстоять эту игру. Знаете, хочется еще добавить по этой команде. Удивительно, уникально. Я до сих пор, я вот с Виктором, с сыном своим, который на мальчишках работает, мы часто разбираем и следим, естественно, за карьерой Инны, за выступлением сборной. Удивительно, в составе этой сборной, вот сейчас нынешней сборной России, которая стала чемпионкой, тем более двукратной, три девчонки из Тюменской области. Три девчонки. Это такое очень редко бывает. Инна Балыка. Лиза Котова. Это Тюменская, она центральная блокирующая, тоже в основном в составе, в основной шестерке играет. И с Егорска Руссу. Так что в этом плане Тюменская область очень резко вышла в число элитных регионов по воспитанию волейболистов. Инна, скажите, а как у вас родители? Вот я просто смотрела Олимпийские игры, по-моему, гимнастки говорили, что у них родители боятся, переживают сильно за детей, боятся смотреть сами соревнования, то есть потом уже пересматривают. А вот как у вас родители? Болеют за вас? Да, конечно. У меня папа очень боится смотреть счет даже. Он, когда мы играли за первое место уже в Сербии, вот сейчас на Европе, мама говорила вслух счет ему, а он говорил, замолчи, ничего не говори, потому что мы проигрывали, ну, пять очков, наверное, в первой партии мы проигрывали, ну, очень сильно. И он прям очень сильно волновался из-за этого. И он сидел такой, скажи, нет, не надо говорить, скажи, нет, не надо говорить. И поэтому, как бы, ну, ему лучше знать результат, и все, как бы, лучше ему не следить за, особенно смотреть игру, это, мне кажется, очень сильно. Ну что ж, Инна, мы будем за вас болеть. Спасибо большое. Сегодня было действительно позитивное утро. Спасибо вам большое. Спасибо.